Добрый день и слава Украине! Это будет второе видео про укрытие, как спастись от бомбежек. Напоминаю, что я инженер-конструктор, у меня есть диплом, у меня есть сертификат, поэтому вот попытаюсь сделать такие более подробные рекомендации по укрытиям, по устойчивости зданий. И начну я в этот раз с того, где вообще безопасно. Разумеется, безопасно находиться в специальных предусмотренных бомбоубежищах. Я понимаю, что их мало, но в то же время есть метро, которое, в принципе, тоже является бомбоубежищем. Подземные станции метро, разумеется, не надземные. Также отлично подходят для укрытия подземные переходы, они выдерживают колоссальные нагрузки, там тоже можно быстро спрятаться. Еще хороший вариант — это подземные паркинги в современных зданиях. Они тоже очень прочные, и в целом, вот если бы у меня под домом был такой подземный паркинг, там смело можно его использовать. Вот бомбоубежище, еще хороший вариант — это подвалы тоже в современных монолитно-каркасных зданиях. То есть очень важно, чтобы это было именно монолитно-каркасное здание. И еще важно во всех этих помещениях, особенно не специализированных как бомбоубежище, это проверить наличие эвакуационных выходов, чтобы их было больше, чем один. Их по нормам должно быть больше, чем один и в паркингах, и в подвалах. Но проверьте, когда вы используете это помещение под бомбоубежище, чтобы там оно не было завалено, чтобы оно не было как-то забаррикадировано, закрыто на замок с какой-то другой стороны, чтобы у вас была возможность эвакуироваться, если там завалит какой-то один из выходов. Также обезопасить там эти все помещения с пожарной точки зрения, всякие горючие штуки желательно, конечно, убрать, запастись там огнетушителями на всякий случай и все такое. Но в целом вот эти вот места очень отличные. Теперь пойдем уже к менее безопасным, да, таким вещам. Это все-таки довольно хорошее, но уже хуже, чем паркинги, например, и подвалы. Это просто монолитно-каркасные здания современные. Они действительно хороши, они устойчивые, они там выдержат мощнейшие удары, особенно если говорить о высотках. Наши любимые, да, ЖК-щики 25-этажные, они тоже мега устойчивые. И если бы я жил в такой ЖК, я бы, скорее всего, прятался просто, вот есть в этих ЖК такие ядра жесткости, где находится лестнично-лифтовой холл. Ну, это вот такой блок бетона, там эти диафрагмы, коробки из бетона, они очень устойчивые, они очень прочные, они рассчитаны на серьезные землетрясения и, соответственно, они выдержат довольно серьезные удары. Разумеется, есть там какие-то специальные бомбы, которые, возможно, Путин начнет использовать, там те же Искандеры, которые, ну, наверное, способны разрушить даже там самые прочные здания, которые там предназначены для того, чтобы какие-то укрепленные бункера взрывать. Вроде как пока их не используют, то есть мы знаем, что ракеты, вот эти крылатые калибры, они тоже очень мощные, мы видели, да, какой от них эффект. Ну, в целом, вот эти здания, они очень безопасные, я бы прятался просто в них на случай тревоги. Но, разумеется, надо смотреть по ситуации, потому что, может, через две недели, там через неделю или через день военная обстановка совершенно изменится. А что касается там каких-то таких всяких несерьезных пушечных выстрелов, выстрелов градов, то эти здания, ну, сто процентов удерживают, поэтому просто уходим от окон, уходим от, там, наружных стен. Важно, чтобы, да, между вами улицей было действительно две какие-то стены. Первая стена воспринимает на себя удар основной, а вторая уже там может гасить и осколки. Опять же таки, это история про не супермощные какие-то там бомбы, снаряды. Далее у нас будут идти, это все же те же панельные здания. Их я бы вообще не рассматривал как какое-то надежное убежище. Мы уже с вами в Украине видели, да, примеры их полного складывания от каких-то атак. Причем, насколько я понимаю, это были не какие-то там супермощные крылатые ракеты, это, скорее всего, были там те же грады смерчи. И вот от них уже панелька полностью складывается. То есть это совершенно небезопасное такое место, и в том числе и подвалы под ними. Разумеется, если нет вообще никакой альтернативы, то мы там прячемся тоже по тому же правилу. Две стены между вами и улицей, или хотя бы там подвал, но из подвала как минимум должно быть два выхода. Это тоже важный факт, чтобы вас там не завалило. Но вообще понимаем, что панельные здания не самые ок в плане безопасности. Далее очень много было вопросов по поводу всяких там одноэтажных зданий, хат. В целом это совершенно небезопасная история. Тут мы для себя это понимаем. Но если у вас там нет альтернативы, то тоже прячьтесь подальше от наружных стен, чтобы опять же правило двух стен между вами и улицей. Но я понимаю, что есть какие-то там у кого-то может быть бетонный дом себе построил, и он там как бункер. Там, наверное, ок. Но если так говорить массово, то в основном эти все хаты очень ненадежные, и крыша там вообще прекрасно пробивается. Поэтому, конечно, оставаться в таких зданиях во время боевых действий опасно. То же самое касается там старых зданий, старых всяких царских времен, еще вот этих всех или там во Львове, австрийских, польских, красивая эта вся архитектура. Но, конечно же, она вся не рассчитана на боевые действия. И там просто снаряд пробивает все перекрытия, крышу, там снова эти все перекрытия валятся. Очень опасные сооружения. И в таких сооружениях, если у вас нету там бомбоубежища, то лучше будет прятаться это в дверных проемах толстых несущих стен. То есть они там действительно толстые. Если вы посмотрите на как вообще разрушаются эти здания, то действительно очень часто остается просто несущая стена, а все перекрытия рухнувшие. То есть вот в этом промежутке можно попытаться спастись. То же самое касается на самом деле и всяких кирпичных хрущевок. Там та же история. Они, конечно, попрочнее, чем всякие старые здания исторические. Но перекрытия там тоже часто пустоткие, круглопустотные, которые тоже имеют характеристику складываться. То есть если падает одна плита, она может за собой повлечь все остальные, потому что эта падающая плита превращается в снаряд. Еще по панельным зданиям хочу отметить, что есть и современные панельные здания. Например, у нас в Киеве строила ДБК-4. Это вот эти высотки. Так-то они сами по себе довольно прочные, но выбивая панель, там может произойти всего та же история со складыванием. Поэтому я бы не считал их довольно таким надежным убежищем. Я бы в них тоже с опаской находился. Есть панельные здания, например, где первый этаж подземный, там монолитная плита перекрытия, такая монолитная коробка, подвал. И вот это уже неплохое бомбоубежище, но вы должны это проверять. Опять же таки, человеку, который не в состоянии отличить там монолитная эта плита, сборная, ну попробуйте узнать, что-таки у соседей, я уверен, что там в домовом чатике вам кто-то это скажет, но так на глаз у вас сборные плиты, они имеют такие характерные между каждой плитой шов, он прям там щель даже, а не шов, и то есть ее можете увидеть. У монолитной плиты такого нету, и там она не такая, как бы, не такой красивый бетон, как у сборных плит. Еще хочу отметить, это южный регион, там здания очень прочные, особенно те же монолитно-каркасные за счет сейсмики, особенно в Одессе. В Одессе современные здания, ну, просто мега прочные, там сейсмика 8 баллов, здание проектируется с расчетом на вот эту сейсмику, и это предполагает там огромное количество бетона, огромные стены, огромные пилоны, поэтому вот там здания, ну, просто максимально прочные, и если говорить о новых современных, они вот действительно в этом плане могут быть очень безопасны и хороши. Так, дальше задавали вопросы, довольно-таки редкие здания, это когда блочного типа, это когда прям квартиры, здания строились такими прям блоками, типа как бетонная коробочка поднимается, я, честно, даже не встречал их, но вот подписчики писали, что где-то они есть. Это довольно-таки, конечно, прочные здания. В целом, я плохо знаком с их конструктивной схемой, но по логике какого-то лавинообразного обрушения у них быть не должно, поэтому история, где между вами и улицей две стены, она должна неплохо тут работать, и каких-то обрушений быть не должно. Также у нас, да, есть, наверное, популярные здания, это сталинки. У них толстые стены несущие наружные, но характер обрушений там, в принципе, может быть такой же, как и у тех же хрущевок, потому что там могут быть или какие-то деревянные перекрытия, или сборные перекрытия, то есть основная проблема это именно там в перекрытиях, которые могут обрушиться насквозь. Мы видели, как там бомба просто пробивает абсолютно все этажи в тех же там административных зданиях Харькова. То есть такая ситуация может быть и со сталинскими вот этими всеми зданиями. Поэтому, ну, как бы история та же, что и с хрущевками, и с толстыми стенами в дверных проемах, в которых мы можем прятаться. Но единственный аспект, что в сталинских домах, я знаю, что часто бывают нормальные какие-то подвалы, это тоже надо изучить, но там как бы с каким-то таким расчетом, что это будет бомбоубежище, делали, по крайней мере, я с таким сталкивался. Поэтому вы знаете, что у вас там за дом, может, действительно там предусмотрено бомбоубежище в подвале. Задавали еще вопросы по поводу там прятаться в церкви и там в каких-то таких помещениях. Я бы не рекомендовал, потому что все вот эти большепролетные сооружения, там довольно-таки непрочная крыша, и она очень легко пробивается. История знает примеров много как раз, где вот в церкви были какие-то убежища, и как раз там гибло много людей, потому что заваливалась именно крыша. Есть, конечно, в церквях какие-то, может быть, катакомбы. Опять же таки, это все очень индивидуально, и вообще исторически эти сооружения довольно-таки опасные. То есть лучше всего это вот современные, современная архитектура, она наиболее прочная. Такие вот рекомендации. Хотел сделать это все в виде стрима, но что-то у меня интернет не тянет, и там прям я пробный сделал, не получилось. Берегите себя, будьте осторожны. Украина победит. Пока.